Фильм про существование в виртуальном мире, продолжение известного триллера и лента, который открылся Каннский фестиваль. Три премьеры готовятся на этой неделе, так что идем в кино. Режиссер Шон Леви, подаривший нам знаменитую трилогию «Ночь в музее», вновь врывается на большие экраны. Фильм главный герой наверняка понравится любителям фантастики. По сюжету банковский сотрудник в лице актера Райана Рейнольдса, но очень доволен своей размеренной жизнью. Он живет в городе Фри-Сити, а все зовут его просто парнем. Но все меняется, когда он встречает прекрасную незнакомку, которая сообщает, что окружающий мир – видеоигра, а он в ней лишь второстепенный персонаж. Ни хочу ничего у себя в голове. Тебя считали винтиком в системе, но ты гораздо важнее. Додевай. Ладно. Все. О, шуметь. Это какие-то очки из магазина приколов. С момента, когда парень узнает правду, он больше не хочет быть только винтиком в системе. Ему предстоит набраться смелости, чтобы переписать код игры, стать главным героем и спасти виртуальный мир. К слову, визуальные эффекты выглядят настолько эпично, что рекомендуем смотреть фильм исключительно на большом экране. Прям в руке больно стало. Мы можем изменить наш мир, но за это надо бороться. Я не понимаю, что происходит, но мне нравится. Хороший триллер должен с первых секунд захватывать внимание и до последнего момента держать в напряжении. Пять лет назад фильм «Не дыши» с этой задачей отлично справился. И вот 12 августа в прокат выходит продолжение. Сюжет разворачивается спустя несколько лет после ужасающих событий первой части. Одинокий слепой старик Норман Нодстром скрывается от людей в отдаленной хижине, где воспитывает осиротевшую девочку. Казалось бы, Норман наконец-то обрел покой, но в его дом вновь приходят незваные гости. Группа преступников похищает девочку, и Норман, несмотря на свой недуг, отправляется на ее поиски. Но если выйти из дома ему удалось, то убежать от прошлых грехов не так-то просто. Не меня тебе надо бояться, малышка, а того, кто рядом с тобой. Я не знаю, кто он такой, зато знаю его тайн. Переносимся в меланхоличный антураж еще одной киноновинки. «Аннет» — фильм-открытие Каннского фестиваля этого года и первый мюзикл в карьере французского режиссера Лиоса Каракса. Сюжет разворачивается вокруг истории любви стендап-комика Гендри, которого сыграл Адам Драйвер, и оперной певицы Энн, роль которой воплотила талантливая Марион Котияр. У влюбленных рождается прекрасная дочь, и кажется, что жизнь не может быть прекраснее. Но судьба распоряжается иначе. Энн погибает, и Гендри остается один с малышкой на руках. Несмотря на то, что «Аннет» — мюзикл, не стоит ждать от фильма легкости, предупреждают критики. Во многом из-за сюрреалистичных поворотов сюжета, главный из которых связан с необычным даром девочки. Добавим, что картина снималась целых 9 лет, а сценарий и музыку к фильму написала известная американская группа 70-х «Спаркс». Так что картину должны оценить не только любители кино, но и меломаны.